Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова Елена и наша занимательная астрология. Я подготовила вам вкрапления из различных знаков зодиака, а также стихий, для того, чтобы у вас возникла картина. Многие мужчины считают, что если она встретилась перед ними, женщина, невзирая на то, когда она родилась, что она делала, как воспитывалась, это им в последнюю очередь приходит на ум. Можно пользоваться одинаковым подходом, одинаковыми стереотипами и шаблонами, и что они проходят для всех совершенно женщин. Я вот сегодня как раз хочу развеять этот миф, то, что невероятно привлекательное, то, что срабатывает по отношению к женщинам огня, которые импульсивны, страстны, очень подходят под те параметры, которые ищут мужчины в женщинах. Есть такие представительницы женского мира, которые совершенно на уловке, на которой ловится женщина огня, не реагируют, имеют совсем другой темперамент, поэтому под одну гребенку их с женщинами огня грести нельзя. И невозможно пользоваться шаблонами, которые проходят у одних, других ставят в ступор. Вот я вам для примера сегодня расскажу про женщину-тельца, которая невероятно сексуальна, приятна во всех отношениях, но если их поставить рядом с женщиной огня, то вы увидите, что это две большие разницы. И невозможно, как говорится с одним правилом, понравиться им в равной степени. Вот я немножечко хочу мужчинам помочь. Вот если вам встретилась женщина-телец, а также женщина-дева, а также женщина-козерог, вы увидите, что они радикально отличаются, но внутри своего семейства очень друг на друга похожи. Вот как их соблазнить? Как сделать так, чтобы они сами пришли к вам и сказали, дорогой, любимый, ты единственный человек на свете, ты наконец-то мне встретился, ты так меня понимаешь, что мне кажется, что ты моя вторая половинка и сама сдастся на волю победителя. Вот моя задача такая, справлюсь ли я с ней, вы напишите в своих комментариях, но я буду очень стараться. Вот вы пришли к лиде Тельцу, а я ведь не случайно сказала, что это лидия, и собираетесь ее очаровать своей невероятной страстностью, таким, значит, порывами и так далее, смотрите на нее, а она что-то вот продолжает быть холодной. А дело в том, что вы сделали ставку не на те приоритеты. Страсть, конечно, нужна всем, но для женщин Земли, о которых мы сейчас говорим, и о Тельце в том числе, есть вещи, которые для нее важнее, антуража ваших, прочитаний, вздыханий и прочих вещей. Они в мужчинах ищут совсем другие качества, поэтому, дорогие мои друзья, насторожитесь. Первое, что им необходимо, это прежде всего гипроответственность, с которой страдают они сами. Они очень ответственные, они любят людей, которые умеют дать обещания и за него отвечают. Рукожопость, извините за выражение, по-другому не скажешь. Они не приветствуют вообще по определению, потому что считают, что мужчина должен быть практичным, ответственным, уметь что-то делать руками, должен выкладываться по хозяйству, вообще должен обеспечивать быть, потому что для них это приоритетные вещи. Она хочет быть замужем, то есть муж прежде всего должен быть настоящим, с золотыми руками, с ответственностью, с умением зарабатывать деньги и прочее, потому что для нее вера в завтрашнем дне ставится приоритет. Тут все скоксились, развели руками, ага, она меркантильная. Конечно, так удобно. Повесил ярлык и тем самым оправдал, что вы ничего не собирались делать, потому что вы лодыри, а вы вообще собирались страстно проводить время. Вот вы ухарь в постели, а все остальное – это уже лишние детальки. А вот для женщин земли, дорогие мои друзья, это в приоритете. Так что, как видите, ваша страсть, конечно, прекрасна, но в дополнение к золотым рукам. Что еще востребовано этими женщинами, что они ищут мужчине, как в будущем компаньоне в своем пожизне? Педантичность. Педантичность – слово не очень приятное во всех отношениях. Иногда люди доводят все до фанатизма. Но если оно в меру, педантичность предполагает, что существуют правила поведения, они единожды заведены, должны соблюдаться в семье, потому что это, во-первых, делает жизнь легче. Но если у вас не принято, например, сморкаться за столом, не надо этого начинать. Я, конечно, привела такой пример только потому, чтобы вам стало понятно. Правила заведенного пользования друг другом, общения друг с другом, для женщин с земли очень и очень важны. Вот когда что-то выбивается из этого правила, а они такие, и другими быть они не могут. У них нету то есть спонтанности, знаете, какой-то непредсказуемости. Они стараются свою жизнь продумывать на несколько шагов вперед, и как хозяйки, как руководители семейного очага бывают невероятно хороши. Но вы должны в этом плане им соответствовать. У вас должен быть план действия. Вы об отпуске будете говорить, который случится в августе, начиная, например, с Нового года, потому что вы начнете откладывать. У нее все по плану. А если вы шаляй-валяй, вот сегодня ветер дунул, вас туда понесло, потом отсюда, и никакого порядка вы не знаете, никакой спланированности, и с вами вообще невозможно договориться, то рано или поздно даже та влюбленная сестра, с которой вас свела, она куда-то сдуется, и вы в результате благополучно придете к тому, что развод будет неизбежен, и потом будете говорить, вот ты виноват, ты виноват, да вы совершенно разные. Вы изначально, когда знакомились, забыли об основных правилах, которые стоят во главе, у главы этих женщин. Их можно кормить страстью, но в дозированном количестве. Она не может им компенсировать отсутствие этих черт, о которых мы говорим. Поэтому, если вы не обладаете этими чертами, то нечего, как говорится, и отираться возле нашего крыльца. Такова сущность этого вопроса. Поздно пить боржом, когда печень отказала. Поймите правильно, если вы разные люди, лучше сразу не заводить отношения, не портить жизнь ни себе, ни людям. И если вы чувствуете, что те качества, которые высоко ценятся этими женщинами, у вас отсутствуют, значит, увы, вам тут делать нечего. И честно прерывайте ваши отношения в самом начале. Лучше перемучиться слегка и идти по жизни весело и успешно, искать нужного вам партнера, человека, который будет вам созвучен. Следующее качество, которое, собственно говоря, высоко приветствуется, это умение иметь вообще принципы и придерживаться этих принципов. Потому что многие, например, женщины, относящиеся к категории стихий земли, не любят людей, у которых нет понятия жизни правильных, которые легко этими принципами манипулируют. И бескомпромиссность какая-то, они не умеют подобные вещи прощать, они не терпят предательства, они невероятно не терпят хамство. У нас сейчас же, знаете, как получается, мужчины не очень задумываются о собственных манерах. Считается, что это вещь излишняя, что она когда-то была там в 19 веке, была востребована, а ныне должно быть все так буртальненько, с матючком, с поднятием руки у некоторых особей и так далее. Но подобных экземпляров я вообще рассматривать не хочу. Поскольку мужчина, который поднимает руку на женщину, это просто не мужчина по определенному расу, а во-вторых, солдат ребенка не обидит, как говорится. Есть такая фраза, где заложена вся суть. Да? В чем? Если человек тебе слабее, экспериментировать на нем и проявлять по отношению к нему силу, зная, что не будет отпора, это самое низменное, что только может быть представлено. Даже животные себе такого не позволяют. Если собаки задрались, и один из дерущихся переворачивается на спину, подставляет, живут, тем самым давая понять, что пощады прошу, его ставят в покое и доедать не будут. Люди в этом плане более жесткие. А вот это, что я говорю, семейный мордобой, это вообще тема для отдельного видео, где я разнесу пух и перья подонков, которые обижают женщин. Я даже не пух и перья, я их просто порву как тузик-грелку. Ну и последнее качество, с которым вы точно упадете в лужу в глазах женщин земле, это если вы излишне расточительны. Они, конечно, любят подарки, свой адрес. Безусловно, без этого дела не пойдет. И скопидомничать, водить их в пельменную, для того, чтобы очаровать, там не получится, потому что высока планка вашего материального отношения к этой женщине. Тут далеко ходить не надо, и оскорблять ее тоже не надо разными. Я уже который раз говорю. Все зависит от того, чем заполнен дом, в котором рождается телец. Телец – это воплощение материального. Это дом денег. По-другому они не могут смотреть на этот вопрос. Поэтому в данном случае, чем больше мужчина выкладывается, одаривает, не зажимает денег на нее, тем, конечно, это плюс этому мужчине. Но вопрос в том, что все не должно быть доведено до фанатизма. Если вы человек совершенно расточительный и меру деньгам не знаете и так далее, тем самым вы оттолкнете женщину с тихией земли, потому что она почувствует, что с деньгами вы не дружите, совладать со своими шапоголизмами вы не можете, деньги как сквозь пальцы вода у вас просыпаются, а соответственно, завтрашний день с вами будет иметь призрачные перспективы. А нас себе такого позволить не может. Ну и тем более вы померкнете в глазах, если у вас их вообще нету, вы не умеете их зарабатывать и даже не планируете. Если вы рассчитываетесь просидеть на шее у женщины земли и что она вас будет кормить, поить и, так сказать, пыль с вас задувать, то, боюсь, у вас из этого ничего не получится. Какое-то время, конечно, она будет потрачить за двоих, но потом плавным движением ноги поможет вам выйти за дверь, потому что в данном случае, как мужчина, вы явно померкнете в их глазах. Ну что ж, вот так голопом по Европам мы проскочили по тем параметрам, которые ставят во главу угла женщина-телец, а через нее заглянули приоритеты Девы и Козерога. И, как вы видите, тактика по отношению, вот перед этим были знаки огня, совершенно разнится. Каждому нужно свое. Так что предлагайте себя тем, где вы чувствуете, что ваши таланты действительно будут востребованы. С вами была Елена.